Ну что так порвет? Такие собаки без намордников обнаглели совсем! Этот случай накануне произошел в спальном районе Владивостока. По последней версии очевидцев, на улице Калинина псы набросились на своего более мелкого по размерам сородича. Две женщины, одна из них хозяйка крупных собак, пытались оттащить питомцев. Но, по словам специалистов, это просто невозможно. Они просто падали на собак. И хозяйка щенка Чаучау, и хозяйка крупных собак, они просто падали. Но это бесполезно. Тут надо было просто прекратить физические действия. У них физических сил не хватало, чтобы это разънять. Потому они, где били зубами, попадали руки человека под зубы собаки, человек получал травму. Олег Владимирович уверен, что в тот момент никто не в силах был прекратить убийство животного. Сделать это помогли бы только специальные устройства, как минимум поводок, а как максимум ошейник с функцией электрошока. Это проблема не собак, это проблема не породных признаков и размеров собак этих пород. Это проблема человека, который вывел собак любого размера без поводка. Чтобы обезопасить себя, как хозяина собаки от дальнейших судебных разбирательств, необходимо выполнять элементарные правила. Например, четвероногих сторожевых пород выводить на прогулку только на крепком поводке. А если питомец выше 45-50 сантиметров, то на него следует надевать иномордник. Часто встречаю людей, которые говорят, ничего не знаю о породе, вот хочу именно такую, неважно, маленькую, большую, вот хочу вот такую. Ну и подскажите, где купить подешевле, но породистую. Прежде всего с такими людьми хотелось бы обсудить, что мало завести, потому что хочу. Потому что покупая автомобиль, мы не заводим его, потому что я хочу. Мы сначала сдаем на права. Поэтому людям объясняю, что владеть собакой – это недешево. Готовы ли вы ходить на дрессировочную площадку, ставить прививки – это тоже недешево. Поэтому человек, прежде чем завести животное, он должен понимать свою ответственность перед соседями, перед горожанами, с которыми он рядом живет. Причины, почему люди заводят собаку, всех разные. Одни хотят сторожа на приусадебный участок, другим нужен верный друг. У кого-то о питомце мечтают дети. Но далеко не все испытывают истинное удовольствие от встречи с собакой. Вы с ребенком, вы с ребенком, а собака нападает. Это резко выставляется вперед. Выставляется вперед, собака схватила из стороны в сторону. Вы ее держите, пока, допустим, подбегает человек, хозяин, и хватает ее за ошейник. Вот, бросаем вперед. То же самое. Хватка происходит сюда. И как можно меньше на уровне колена, на уровне… Потому что собака любой, она пытается вниз всегда жертву свою опустить. Случай на Калинина в очередной раз показал, что собака должна находиться на улице только с использованием специальных средств. Тем более, что за выгул животного без поводка и намордника в нашем законодательстве предусмотрено административное наказание от тысячи рублей до трех. Если жители Владивостока недовольны тем, что во дворе их дома гуляют большие собаки без намордника, то им нужно обратиться к участковому. Он передаст материалы в административную комиссию, и она уже оштрафует хозяев. Однако, если собака безнадзорна или хозяин неизвестен, то полиция может применить табельное оружие в случае агрессивного поведения пса, так как на этот случай нет регламентирующего закона. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.